Добро пожаловать на канал Криптолютах Неолайф! Всех приветствую! И сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, NASDAQ запустит собственную службу для хранения криптовалют, а также инструменты для обеспечения безопасности криптокомпаний. В подразделении NASDAQ Digital Assets сначала будет предлагать услуги по хранению биткоина и эфириума – хедж-фонда. Беже сначала придется получить одобрение регуляторов, и если у нее это получится, то на рынок криптовалют придет новый крупный игрок. И мы считаем, что следующая волна принятия цифровых валют в обществе будет вызвана массовым институциональным внедрением. NASDAQ сильно повысит доверие к рынку криптовалют. Это очень позитивная новость. Также еще одна новость. Основатель-миллиардер биржи G-mini Кэмерон Винклволс говорит, что отчет Белого дома о криптографии не соответствует действительности. Он говорит, что в предоставленных отчетах не отражено множество преимуществ и возможностей, которые криптовалюту может принести экономике и финансовой системе США. Вместо этого отчета, к сожалению, непропорционально сосредоточены на рисках и не содержат четких рекомендаций. И он считает, что принудительное регулирование может разрушить отрасль. В то время как криптовалюта способна преобразовать нашу финансовую систему, устранив ненужных посредников и расширив доступ и участие. И важно предоставить четкое руководство, чтобы такие компании, как G-mini, могли продолжать предлагать нашим клиентам простые, безопасные и надежные продукты в соответствии с требованиями, пишет он. Также еще одна новость. Генеральный директор Binance, Champion Zhao, назвал одно обновление, которое изменит Ethereum. И оно будет революционным и будет заключаться в снижении транзакционных издержек и повышении масштабируемости за счет сегментирования. Я думаю, что переход Ethereum на POS очень важен, но я не думаю, что это принципиальные изменения. Есть и другие блокчейны, которые уже являются ProFallStake. Также есть другие блокчейны со стейкингом и дефляцией. Я думаю, что будет потрясающим, когда сборы упадут, когда начнется шардинг. Это гораздо более сложная проблема для решения. И разделение – это процесс разделения инфраструктуры Ethereum на более мелкие части, которые называются осколками, с целью распределения нагрузки и повышения масштабируемости блокчейна. Еще одна новость. Bitcoin Magazine публикает, что компания MicroStrategy теперь владеет 130 000 биткоинами. И на эту новость CryptoKit пишет, что MicroStrategy сейчас терпят убытки в размере 2,7 миллиардов долларов. Это очень большие пока потери. Также он еще пишет, что проект законопроекта стейблкоинов от Палаты представителей США планирует ввести двухлетний бан на алгоритмические стейблкоины и в соответствии с текущим законопроектом было бы незаконно выпускать или создавать новые стейблкоины. Пользователь по насмек пишет, что приятно видеть, что XRP идет против настроения рынка и растет в одиночестве. XRP действительно может начать следующий бычий рост криптовалюты, как это было в 2017 году. И завершение дела с ясностью регулирования для XRP принесет огромные средства и объемы в данную криптовалюту. Также канал ProCoin News пишет, что возможно по XRP прошла утечка новостей и инсайдеры уже что-то знают. Мы долго ждали этого момента. Это уже почти здесь. Пользователь RIS считает, что судья Торрес станет на сторону судью Netburn в деле Ripple. А также судья Netburn постановила СЭК передать документы с речью Хинмана, и она же назвала аргумент комиссии по ценным бумагам и биржам лицемерных по отношению к закону. XRP является активом, полезность будет иметь решающее значение. Также еще пользователь Андерсон пишет, что похоже, что судебный процесс в отношении компании Ripple скоро закончится, в то время как для других он даже еще не начинался. А Кеннин Гуэн говорит, что XRP медленно отделяется от биткоина и эфириума. Когда это шоу закончится, XRP быстро полетит вперед. Также еще Симпсоны показывали серию, где карета Елизавета Второй перевернулась и на карете была наклейка с цифрами 8, 9, 2022. То есть Симпсоны в очередной раз нам показывают планы глобалистов заранее. Это не удивительно, ведь создатель данного мультсериала масон 33 степени, который в курсе многих событий, которые планируются за годы до их свершения. Также еще Мистер Пул публиковал нам символ колокольчика, который мы тоже видим на церемонии Британии. И в заключении видео Дэвид Шварц, технический директор Ripple, пишет, что банда улиток ограбила черепаху. Полиция спрашивает черепаху, что случилось? Не знаю, отвечает она, все произошло так быстро. Как вы знаете, с черепахой на криптолитном рынке всегда ассоциировался биткоин. Также биткоин был показан черепахой в фильме Sony. И перефразируя слова Шварца мы получаем, что кому-то удалось ограбить биткоин. Напишите свое мнение в комментариях, кто это мог быть и кто это мог сделать так быстро. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Кто хочет, может поддержать канал. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok